Факт то, что США пытаются перехватить инициативу России, монополию Москвы на менеджмент конфликта и на бесконечные переговоры, целью которых вовсе не является разрешение армия на азербайджанскую конфликту, а контроль этого конфликта и в нужные моменты, естественно, туда подкидывают головешки, чтобы он вспыхнул. А затем сами же, как говорится, пытаются стать модераторами разрешения самыми же созданными ими конфликтной ситуации. Вот так нехитро в течение многих лет российская сторона управляет армяно-азербайджанским конфликтом. Да и не только. Это стандартная методика и не только российская. И за прошедшие 30 лет от российской методики ничем не отличалась американская и европейская методика в рамках Минской группы ОБСЕ, которая ничего не решала, а только потакала вот этой политике менеджмента конфликта. Но это кануло в историю, кануло в лету Минская группа. Сейчас мы видим серьезные разногласия в интересах между США, Россией и рядом европейских стран по нашему региону. Хотя раньше их общие взгляды и виды были сходными, в связи с чем и не было никакой пользы от Минской группы ОБСЕ и всех миротворческих поток этих трех держав. Сейчас на фоне в том числе российско-украинской войны и формирования нового миропорядка каждый из ведущих держав пытается выстраивать свою политику. И здесь, по всей видимости, очень важно, чтобы для американской стороны и для ряда европейских государств на данном историческом этапе для них важно, чтобы в нашем регионе был мир, чтобы была разблокировка некоторых транспортных коридоров и чтобы США и Запад имели контроль над этими транспортными коридорами, чтобы это не стало сугубо монополией России, которая в связи с тем, что увязла в украинской войне, откладывает и откладывает разблокировку транспортных коридоров. Хотя это в ее же интересах. Кстати, здесь есть факторы и Армении, которые в том числе частично по указке и советам из США тоже оттягивают это. То есть важным является, кто и как будет контролировать в перспективе разблокированные транспортные коридоры на территории Армении, в Зангизури, Зангизурская дорога или коридоры, кому как удобно. И восстановление Шелкового пути, Великого Шелкового пути, или как китайцы называют, один пояс, один путь, является важным и приоритетным, в том числе для американской внешней политики. Каждый из политических игроков, я имею в виду Китай, Россия, США, Великобритания, Евросоюз, внутри Евросоюза отдельно Франция, Германия, Италия и ряд других государств, Индия, Иран. Каждый из них понимает неизбежность разблокировки транспортных коридоров, но каждый из них хочет получить максимальные выгоды и преференции от этих событий, которые гридут. Так, по итогам встречи в Вашингтоне мы можем отметить еще одну интересную информацию, вброс от армянских телеграм-каналов, которые говорят, что на данном этапе американская администрация оказывает очень серьезное давление на армянское лобби и на те американские структуры, которые поддерживают армянское лобби США, поскольку оно, по мнению американских чиновников, ведет деструктивную политику, которая идет в разрез ныне интересам США в нашем регионе, на Ближнем Востоке, то есть на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Иране и в Центральной Азии. Интересы США связаны с тем, что в новых перспективных энергетических и транспортных проектов, которые будут и уже осуществляются через нашу территорию, через Азербайджан, из Центральной Азии с выходом на юго-восток Европы, Средиземноморья, США имеют серьезный интерес и хотят таким методом ослабить монополию российской стороны на транзит углеводородов, ослабить Китай, который пытается взять серьезный контроль над новыми транзитными путями в Евразии. И в этом контексте армянское лобби используется внешними игроками именно с целью того, чтобы не дать разблокировать новые вот эти транспортные коридоры. И так как это претит на данном этапе интересам американским, то, по всей видимости, прессинг и давление на армянское лобби и тех сенаторов и конгрессменов, которые столуются, питаются с армянской руки, с рук армянской диаспоры, им придется, мягко говоря, корректировать свою политику, свои высказывания, а иногда и вовсе молчать, не усугубляя, не создавая проблемы для американских интересов в нашем регионе.